Яблоки Яблочный спас Традиции отмечать спас Едины у всех православных народов Независимо от национальности Мы славяне И праздник на Украине В России, Белоруссии Я думаю, празднуют этот праздник Именно православный Празднуют все одинаково Освящение яблок, пироги Много людей Возле храма, возле церквей Праздничное настроение Говорят, сегодня нужно собрать плоды Со своего сада И угостить людей Чем больше людей угощаешь Этими яблоками Тем больше благосостояния и благополучия Господь даст на целый год Конечно же, белорусы приходят На этот праздник церковный С пирогами И с печенными яблоками Конечно, много рецептов Мордовская традиция Справлять яблочный спас Это люди ходят Как родовое хождение У нас в Клявинском районе Село Новые Сосны Это происходит так Вначале у братьев в гостях Потом у сестер Потом у двоюродных Потом у троюродных И надо обойти весь рот У каждого в гостях побывать У каждого попробовать яблоки И попробовать квас И кулага у нас К вечеру уже, когда коров пригонят Все еще ходят по гостям По друг другу А потом вечером собираются на улице И песни поют А вот до спаса яблоки Есть не разрешалось Для женщин Это означало Взять грех на душу Хотя есть запрету И другое объяснение Как раз в середине августа Яблоки полностью поспевают А недозревшие фрукты Действительно Лучше не пробовать Бабушка Никогда До яблок не дотрагивалась Пока не наступит яблочный спас Пожилые люди Они придерживались Молодежь не придерживалась А пожилые люди Всегда придерживались Когда наступит яблочный спас Вот только тогда После церкви Яблочный спас Несет в себе Большое нравственное значение Напоминает людям Что душа их должна очиститься Избавиться от пороков Добро И только самые светлые мысли В этот день Которые верующие Начинают с посещения храма Преображение Господня Один из величайших христианских праздников В честь евангелийского события Произошедшего при жизни Христа В один из дней Он пришел с апостолами К высокой горе Которую в христианской традиции Принято считать Что это гора Фавор И он взял Трех любимых учеников Петра Иакова Иоанна Поднялся на вершину Этой горы И там Преобразился Видимо Образом То есть Его одежды Стали белыми Как снег Лицо просияло Ярче солнца Когда это апостолы увидели Они конечно удивились И возрадовались Что их божественный учитель Вот в небесной славе В таком сиянии Предстал перед ними Но мало того Что он преобразился Рядом с ним появились Пророки Моисей И пророк Илья И Христос с ними беседовал Это тоже очень сильно поразило апостолов И апостол Петр От радости воскликнул Господи Как хорошо здесь быть Нам Давай мы сделаем Три сени Три кущи Что называют Или палатки Шатры Три палатки Сделаем одну тебе Одну пророку Моисею Одну пророку Илье И будем здесь находиться И когда он это говорил То облако с неба Опустилось на вершину горы И раздался голос из облака Громкий Все есть сын мой возлюбленный В нем мое благоволение Его послушайте То есть это бог отец из облака Сказал о том Что его сын здесь на земле Сын Божий Божественные литургии проходят во всех храмах Самарской области И вот уже второй год В Самаре яблочный спас отмечают по-особому В масштабе общегородском На этот раз торжества прошли на восьми площадках областной столицы Главный стал собор во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Три тонны яблок и больше ста килограммов яблочных пирогов Подарок от садоводов Самарского края Яблочки с любовью выращены на дачных участках Как уверяют садоводы Чтобы собрать им богатый урожай Нужно к деревьям подходить со всей душой Открытый и светлый Когда мы завели разговор о яблоках Кто говорит Ой нынче мало яблок А кто говорит наоборот у меня полно яблок Приезжайте То есть это вот не зависит уже Какие-то яблони отдыхают Какие-то наоборот плодоносят Уход за яблонями Это прежде всего Когда ухаживаешь, поливаешь яблоню То конечно и получается И яблоко крупное получается И яблок самих много Когда допустим вот поливаешь яблоню Да еще ей С ней разговариваешь С яблоней То Сто процентов будут яблоки Самый популярный сорт в Самаре Конечно же гулевские Свои родные Добрососедство и единство Задали настроение Многонациональному концерту Так дружно спас в Самаре Празднуют впервые И какое же народное гуляние Без песни Мордовский народ на СПАС Первым делом запевает у Марину Что означает яблоня Поют о яблоньке Что своими плодами Кормит всех прохожих Мордовской мифологии К яблони отношения особые Есть легенда о девушке Которая полюбила юношу Но против были его родители Тогда она ушла в лес И превратилась в яблоню Это дерево символизирует Еще и верность любви Особый трепет в душе На таком по-семейному теплом празднике Участников украинского хора Промень Песни учили специально О дружбе народов О единстве У нас в репертуаре Украинские песни А выучили мы русскую песню Кружится, как пушинка В космосе земля Или по-другому она может называться Люди, дайте руки друг другу Люди, улыбнитесь друг к другу Люди, улыбнитесь друг к другу Пусть все раструится из глаз Яблочный спас еще и время Загадывать желания Наши предки были уверены Что если съесть яблоко Только сорванные с ветки И подумать о заветном Все непременно сбудется Свои особенности отмечать праздник Есть у каждого народа Чем-то они схожи Но есть и уникальность Мы когда у бабушки в деревне Мы яблоки собираем, режем дольками И сушим на солнышке И потом из нее варим компот Это чисто национальные Чисто деревенские традиции Потом, посушив на солнышке Мы приносим в сене Сене это холл, да, как бы первая комната И там они стоят, пока не становятся Как сухофрукты Конечно, когда праздники национальные Какие-то большие Конечно, все блюда национальные Ставятся на стол И драники, и свекольник И, конечно же, пироги С яблоками И как и русские, и как и чуваши Всегда соблюдали все эти Яблочный спас Ореховый спас Ореховый спас И медовый спас И чуваши же Трудолюбовый народ Я хочу сказать Они всегда пчелы держали А пчелки любят трудолюбивых тоже И у нас вот в моей бабушке Очень много было улей И 2 августа Это был такой большой праздник На это медовый спас Всю родню собирали Всю деревню Всех гостей Всех соседей Угощали с медом Вместе с медом У нас всегда свежие огурцы ели Огурцы макали в мед свежий И ели Очень вкусно Яблочный спас Не обходится без пышных пирогов С ароматной яблочной начинкой Если говорить об украинских пирогах Это может быть даже не совсем яблочный Там маковые пироги Пироги с маком И с яблоками Вот именно Должен присутствовать мак Есть еще и спас маковый на Украине Здесь в России Это пироги Пироги с начинкой А на Украине Это пирожки В основном пирожки Пирожки Со всеми фруктами Ягодами Но не пирог А пирожки Пирожки Большие пирожки Где-то грамма по 100 Такой Вот Но это называется Пирог Первый кусочек Должен быть дан В яблочный спас Самому старшему в род Кто в этом роду Самый старший Это символ уважения Символ благодарности людям Что они живут на земле И это говорит о том Что после старшего Как положено В православных семьях Угощают И самый-самый Лакомый кусочек Дается маленькому Потому что Именно маленький человек Тот, который в роду Самый младший Будет продолжателем Этого рода И именно младший Будет ухаживать За родителями Будет ухаживать И за своим матерью И за отцом И в чувашских семьях Это всегда было И строго этому соблюдали По народным поверьям Яблочный спас Уже начало осени Летнего тепла Ждать больше не стоит По погоде На 19 августа Делали прогнозы И на будущую зиму Если на спас жарко Январь следующего года Будет без снега Идет дождь Зима выдастся снежная Новые яблочные традиции Возникают и сегодня И по красоте своей Не уступают старинным У меня отец всегда говорил Ну почему-то чуваши иву сажают Вот иву Идешь по улице По двору Ива, 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 ива растет А у нас отец говорил Кто родил У нас пятеро детей Сестра старшая родилась Людмила Посадили яблоньку Потом вторая Альбина Родилась Посадили яблоньку Третья я Люба Посадили яблоньку Ирина родилась яблонька Вадим родился яблоньку И вот у нас в огороде В саду Очень много яблок Традиция продолжается И мы Внуки рождаются Мы яблоньку сажаем Русские, украинцы, белорусы, мордва, чуваши, цыгане Такие разные с одной стороны И настолько похожи и с другой Яблочный спас в Самаре отмечают С одной верой, с одним настроением Настроением дружбы и уважения К традициям И ко всем жителям Многонационального региона Богатого людьми С открытой и доброй душой Живу я в России В Самаре красивой Прекрасно здесь Волга река Бескрайние степи Да синие дали Сторонка родная моя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова